Продукты питания Мы покупали, например, консервы, потому что нам нужно было приготовить суп из этих консервов Мы покупали стиральный порошок, потому что нам нужно было отстирать одежду Да, какие-то, может, консервы нам больше нравились одни, чем другие То есть была какая-то национальная составляющая Но явно мы в первую очередь покупали эти продукты по функциональным назначениям Вот, сегодня продукты на прилавках выглядят примерно так Я случайно в Google набрал Примеры хороших упаковок Ну вот, что сейчас происходит? Вот если говорить с точки зрения функционального и эмоционального Явно за несколько десятилетий, которые прошли, эмоционального стало больше В некоторых категориях товаров даже стало преобладать эмоционально на функционально Вот, и вот тут такой небольшой вывод в связи с этим И мне кажется, что-то поменялось в нашем восприятии продуктов питания Как мы сегодня с вами перед толпой, да, вот Куча соков Мы покупаем не просто сок, а выбираем там какое-то обещание, имидж и так далее Персонали Переходим к городам Как сегодня большинство из нас, большинство, может не нас, но когда я общаюсь с жидкими городами Когда просто просишь их рассказать о своем городе, что обычно слышишь? Вот слышишь примерно такое Что у нас проблема в ЖКХ, власть у нас, оказывается, ворует Дороги у нас плохие Детские садики у нас очередь и так далее Вот я это называю функциональным подходом к городу Когда мы воспринимаем город как некое такое пространство, где нам представляется ряд услуг Мы сами что-то делаем, ходим по дороге, мы просто как бы тут живем Вот И у меня есть прогноз Ну то есть, что можно сказать Что в описании обычно, как человек описывает город, эмоционального немного Точнее есть, но эти эмоции связаны там с плохой работой ЖКХ и так далее Вот, мне кажется, что в этом направлении что-то поменяется И поменяется оно не только потому, что брендинговое агентство Депо разработает красивую айдентику и так далее Поменяется еще по ряду причин И вот, собственно, тут первый раз я прерываю свою, наверное, менее скучную по сравнению с клипами речь Для того, чтобы мы посмотрели клип И я попрошу вас внимательно оценить этот клип И потом попрошу прокомментировать, как будто вы на ютюбе только что увидели И как бы вы прокомментировали Давайте посмотрим Наберите терпение Это важно с точки зрения понимания, что я хочу сегодня донести Возможно, для вас тяжело было смотреть это Мой город Эти строки я посвящаю тебе По всей красе Черноземья Центрального Разгинулся Липецк с районами и спальнями С двумя центрами, парками, площадями Дивными фонтанами и ночными огнями Здесь многое, чем мы гордимся Ради чего живем, к чему стремимся С каждым годом становимся лучшие краше Выделяясь от других городов страны нашей Своя архитектура Холмы, равнины Река Воронеж, делящая нас на две половины Здесь много причин, чтобы город любить Родной Липецк-Сити Помогает нам жить Ведь это наш город Наш общий дом Здесь каждый двор Мне хорошо знаком Здесь я родился И начал свою жизнь Любимый город, мне тебя не разлюбить Мой город Лип, твой прекрасный вид Заставляет мое сердце биться в ритм И я хочу тебя поблагодарить За то, что мне посчастливилось с тобой жить Мой город Лип, твой прекрасный вид Заставляет мое сердце биться в ритм И я хочу тебя поблагодарить За то, что мне посчастливилось с тобой жить А как приятно посидеть утром театр Посмотреть в небо, оно необъятно И по советской улице спуститься вниз До комсомольского пруда, только не торопись Выше кинолекторий, теперь клуб Маска А за ним притаилась, кафе сказка Площадь революции сильно разрослась Местами для отдыха она наполнилась Старый октябрь, дружище сорина На твоих стенах виднеет седина И сколько лет прошло с того дня Многие не помнят, но помню я А вот часовня, святыня нашей земли Людскими силами тебя воздвигли И проходя мимо, мой тебе низкий поклон Я верю в Бога, и пусть не гневится он Мой город лип, твой прекрасный вид Заставляет мое сердце биться в ритм И я хочу тебя поблагодарить За то, что мне посчастливилось с тобой жить Мой город лип, твой прекрасный вид Заставляет мое сердце биться в ритм И я хочу тебя поблагодарить За то, что мне посчастливилось с тобой жить Поднимаясь вверх, в сторону собора Каскад фонтанов нельзя не окинуть взором Разноцветные огни во власти воды Зажигаются с наступлением темноты С правой стороны лечебный санаторий Болезных процедур здесь просто море Спасибо Петру за минеральные воды За наши основания и звание курортной А у собора ежегодно в конце мая Тысячи выпускников собирают Здесь для них звучит последний звонок Знак того, что кончен последний урок И отсюда у них новый жизненный путь Им важно определиться и с него не свернуть А я, пожалуй, пройдусь по зеге лет чуть-чуть До площади героев погибших в твой минут Так давайте же все общим усилием Станем самым лучшим городом России И покажем Западу, что мы их не хуже Я уверен, тогда наша жизнь станет лучше Ведь как приятно видеть, как веселятся дети Когда себя чувствуешь самым счастливым на свете Когда в домах и на улицах покой царит мой город Я хочу, чтоб ты был таким Мой город липтттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттт Подняйте руку, кто бы досмотрел до конца полностью этот ролик. Я только такой. Ваши комментарии, ваше впечатление об этом клипе, трэш какой-то. Многие играли в «Большая Россия», не худший вариант, но очень эмоциональный закон. Кроме одуванчиков, фонтана. Не, ну просто первого раза текст не слушал, там в тексте очень много перечисленных уникальных чертов. Это в каждом городе это есть. Если взять так понят, то таких понятников наследие России и самого города будет в каждом. Достаточно. Хорошо. Еще какие-нибудь комментарии? Нет больше комментариев, да? Вряд ли что-то зацепил. Хорошо. Теперь смотрите ролик. Это самый длинный ролик из сегодняшних. И, кстати, у него больше всего просмотров из всех роликов, которые мы сегодня посмотрим. Давайте сравним наши впечатления с топовыми комментариями, которые накопил этот ролик за 4 года в YouTube. Это Липчане писали. Да, писали или чане. Безусловно, этот ролик никто не смотрит во внешнем мире, хотя потому что Липецк никому вообще не интересен. Но, тем не менее, мне кажется, это поразительно. Наше восприятие и топовые комментарии на YouTube это, в принципе, неплохая штука в плане какого-то общественного мнения. Тем более, что они были 4 года назад сданы и вот кто заходит, новый цирк и так далее. А как вы думаете, почему так? Ну, мы уже не все фанаты. Ну, патриотизм. 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 Еще, может быть, сказать, что у них, может быть, вместе с патриотизмом высокая визуальная культура восприятия. Ну, то есть, они там не в курсе, какие были победители Левканов в этом году. Возможно, это тоже влияет на такого рода центра. Ладно, пойдем дальше. Собственно, переходим, может быть, к центральному слайду, который был в афишке. Я предлагаю нам общаться на тему, отличается ли, можно ли город назвать товаром. Ну, вот в целом, да. Или продуктом, например, целый город, да. И вот предлагаю его сравнить с йогуртом. Город и йогурт. Какие у вас есть идеи, чем отличается город от йогурта? Ну, в принципе, когда начинают говорить брендинг города, в первую очередь сравнивают, ну, брендинг классический. Классический брендинг, брендинг продуктов. Да, еще брендинг услуг, корпорации, но все же в основном вот продуктов. Есть ли какие-то отличия? Есть ли какие-то идеи по этому поводу? Очень сложная целевая аудитория. Целевая аудитория сложная. Кто заполняет бренд, кто заказчик? Вот, сразу так. О чем? Кстати, вот, какое мнение, кто заказчик брендинг города должен быть? Ну, как, допустим, какие-то практики мировые, там, да? В Амстердаме, где это была, допустим, инициативная группа. Да. И там висит, там, то, что у нас в России, то, что это, ну, какие-то бюрократические какие-то структуры заказывают логотип. Заказчик может отличаться и что-нибудь еще отличать, йогурт и город. Интересный, да, такой вопрос? А сложный? Ну, мне кажется, она отличается, ну, настолько кардинально. Допустим, удобно. Причем, как правило, брать, называть это одним словом, да, брендинг. Потому что, а деньги хотят на этом заработать брендинговые агентства, то, конечно, называют это так. То есть, я вот, допустим, секунду подумал, да, вот, вспомнил, там, фильм «Поездный джаджеринг», где, ну, есть такой класс фильмов, типа «Роудстори», да, и вообще, вот, какие-то места с примечательностью, целая такая, знаешь, парадигма у человека. Путешествие к чему-то, к какой-то святыне, помещение куда-то. То есть мы же, ну, если мы говорим про туризм, да? Да. Для жизни это немножко другая история. Угу. Потребление товаров – это какая-то другая парадигма, какая-то, внутренняя. То есть, ну, и так сказать, что вся чрезвычайность сводится к какому-то одному. То есть, правильно тебя слышу, что они потребляются по-разному совершенно, как некие субстанции? Да. По-разному потребляются. Ну, хорошо. Я сейчас перечислю три вот основных различия, на мой взгляд, которые есть, да. Первое – это то, что город привязан физически, исторически, культурно и всячески к конкретному месту, и он не может быть дистрибутирован целиком как товар куда-либо. Вот у йогурта дистрибуция ограничивается только его сроком годности, в принципе, можно куда угодно брать. Это, кажется, ну, абсолютно понятно, вроде как и не нужно это объяснять, но, тем не менее, когда начинают заниматься праздником городов, очень часто вот упираются вот как-то вот в это, в неучет того, что это привязано к конкретному месту. Второй пункт, более интересный – бактериям в йогурте все равно, как их назовут. Эрмигот, данон, чудо – вот им все равно. Я не проверял, но я даже не знаю, как это сделать. А вот жителям городов, я тоже не проверял, но я это просто вижу, исходя из тех проектов, которые есть, им вообще не все равно, как это дело касается брендинг из города. Причем им не все равно не в плане того, что это брендинг, слово бренд – большинство жителей, большинство городов не знают, что оно обозначает. Им не все равно, как называют этот город, как называют то, что им дожило. И это очень важное отличие. Третье отличие заключается в том, что у города, в отличие от йогурта, нет владельца. Вот это, пожалуй, самое важное для брендингового агентства, если вы говорите. Не то, что самое важное, а в плане с кем переговариваться и так далее. В случае с йогуртом, как происходит решение по позиционированию и брендированию йогурта? Ну, на каком-то заседании с генеральным директором, да, при помощи консультантов из депо, принимают стратегические решения. Вот мы будем так делать наш йогурт. Если вдруг кто-то в компании с этим не согласен, ну, как-нибудь менеджер, там, не знаю, борщица, бухгалтер, она может уволиться просто. Но она, скорее всего, это не будет делать, потому что она, наверное, в большей степени работает в этой компании за зарплату. А когда брендируется город, и какой-то житель не согласен, он уволиться не может. Он, конечно, теоретически может уехать, вот, но зато он может сделать все, чтобы все знали о том, что он не согласен. Есть группа людей, которым иногда в голову приходит, что они являются владельцами города. Например, власть какая-нибудь, да, или в малых городах есть владелец завода, он, как бы, считает, ну, что тут все по контролю нет. Но особенно власть, она меняется время и времени, есть такое свойство, она не может быть вечной. Вот, а жители, как некая вот, как сказать, субстанция, они не меняются. То есть передается из поколения в поколение, сам человек долго живет, да. То есть власть может поменяться, а жители не поменяются. И, на мой взгляд, вообще жители города являются не только потребителями бренда, основные потребители бренда города, не только носителями бренда города, да, потенциальными, но также и владельцами. То есть я вот вообще, может, немножко категорически, но считаю, что заказчикам города, по крайней мере, воспринимать как заказчика необходимо всех жителей. Это очень тяжело. В общем, вот. Немножко пообсуждали. Давайте двигаться к Липпу. Там должно быть, наверное, повеселее, чем с Липпицком. Значит, вот. Мы уже начали это обсуждать. Похожий вопрос, да? Какая аудитория главная? Я, в принципе, уже, наверное, рассказал. Это не секрет, что я считаю, жители. Вот есть ли у вас мнение? Вот мы брендируем город. На кого мы должны? Ориентироваться и почему? Вот было уже мнение, да, что о туристах. Ну, действительно. Ну, смотри. Был пример Австралии, когда у них существовали, по-моему, ну, у них есть, типа, бизнес Австралия, по-моему, так называется, когда была инвестиционная программа. Ну, то есть, где был брендинг полностью завязанный на... Ну, на какие-то разные сетки. А вот как ты считаешь, это был брендинг Австралии или брендинг программы? Нет, это был брендинг программы, ну, вот. Дальше была там эта, которая travel Австралия, ски-бру. И еще была еще какая-то там третья программа была. Ну, они вот все как раз... Ну, то есть, там нет такого понятия, как там был, как вот там. Просто они были разные для разных сфер. Да, для каждой, ну, для разных сфер был свой брендинг. Вот тут важно такое деление, которое не очень вообще у нас пока популярно, в плане мышления о брендинге города или брендинге территории. Очень важно разделять брендинг людей, например, брендинг какой-то власти или губернатора, брендинг программы, например, инвестиционные программы, да, и брендинг города. Потому что город – это не инвестиционная программа. Город – это вот все, что здесь происходит. Как ты там на остановке ждешь автобус и так далее. Вот. И... То есть, важно понимать вот объект. Если мы говорим объект, именно о целом городе. Ну, это вот я расскажу, что обычно рассказывают на этот слайд. Вот самый популярный, на самом деле, инвестор. В эту аудиторию, наверное, туристы бы назвали. Ну, потому что мы сами являемся потребителями городов, ездим, для нас это ближе, мы не являемся инвесторами. Но, тем не менее, города, которые сегодня влияют в какие-то бюджеты, наверное, в первую очередь, они думают про инвесторов. Вторую очередь – туристы. И иногда еще говорят, ну, вот хорошо, как радует, чтобы жителям тоже подходило там. Вот. Жители – это туристы. То есть, туристам нравится, то и жителям понравится. Ну, у них разные, как бы, запросы. Значит, вот, если подумать, как инвесторы-туристы встречаются с городом, как они его употребляют, что влияет на восприятие города, на инвесторов-туристов. Мне кажется, есть две вещи его, самые главные. То есть, инвесторы-туристы, они непосредственно приезжают в город и знакомятся с ним. Это происходит не на дистанциях. Первая вещь – это погода, которая критически влияет на восприятие любого места, и с этим, ну, особо ничего не поделаешь. А второе – это люди, с которыми ты пересекаешься в городе. Во многом, на мой взгляд, именно люди формируют твое отношение и восприятие города. Ну, да, как бы, например, ты приходишь, там, красивый храм. Но, одним дело, просто красивый храм или, например, полуразрушенный храм. Другое дело, тебе человек что-то рассказал про него. И совсем, может быть, другая картинка. Так вот, мне кажется, помимо вот унылого этого набора, типа, там, номеров гостиниц, спонатов музея, наличия магнитиков в аэропорту, меню ресторана, критически важно, как ты с людьми там общаешься, ну, восприятие города через людей. Вот, поэтому, вот, мне кажется, что если город заявляет, что у него есть бренд, что есть какая-то ценность, которую мы тут разделяем, которая связана с пониманием, какие мы, куда мы движемся, то критически важно, чтобы жители были носителями. То есть, если инвестор, который попал в коммуникацию, бренд приезжает и не чувствует там это, то, как бы, вот это плохо может закончиться, я говорю. То же самое с туристом. Бренд – это же обещание, вот, а вот обещание, оно во многом будет через коммуникацию с жителями восприниматься. Поэтому, на мой взгляд, ну, не только поэтому, жители – это главная аудитория. Тут, правда, как бы нужно разделять на каких этапах, да, когда бренд уже заживет в городе, да, и вот все станут его носителями, будет множество носителей в городской среде, которые будут верифицировать идею бренда, тогда будет у города, там, программа для туристов, в этой программе будет главная церковь для туристов, да, программа для инвесторов. Но все это будет коммуницироваться, в том числе, через общий бренд города. Вот, немножко опять это, в академиологическую сторону мы ушли. Давайте смотреть следующий клип. Можно? Значит, да, Альфинс, это не деревня. Этот клип веселее. Он, типа, более стебный, но, тем не менее, мне кажется, что в нем много любви к своему городу. Вот знаешь, так люди у вас больших городов вот спрашивают, такой вот меня, вот ты откуда? Я говорю, я, ребят, Сачинский. А ты такие, это че, деревня какая-то, да? Нет, ребят, это не деревня, это город. А че, деревня какая-то, да? А че, это не деревня, бейба. А че, это офигенный город. Посмотри, сколько здесь живет народу целых 125 тысяч. А че, это не деревня, бейба. А че, это офигенный город. Посмотри, сколько здесь живет народу целых 125 тысяч. Послушай, хе, бейба. Альфинск, это город, 225 лет. Он не старт, а молод. В городе Альфинске тоже есть клубы. Есть торговые центры, норковые шубы. Есть широкие штаны, кварталы, гетто. У нас такой же климат весна, он седьмое лето. Здесь живут тоже панки, гроты и гопы. В Альфинске живут стройные и бышные попы. Есть барыги и нарки, фуба делают жарко. Есть учеб заведение, цветная ты аграрка. Есть кульки и машины, баши и граны. Даже есть геймеры, лузеры, ламеры. Есть нефтезавод, глинозем, комбинат, бары, рестораны. В общем, все подряд, в нем отдыхают пажоры. Тут шикуют мачо, запомните люди, это город Ачин. Альфинск, это не деревня, бейба. Альфинск, это офигенный город. Посмотри, сколько здесь живет народу целых 125 тысяч. Альфинск, это не деревня, бейба. Альфинск, это офигенный город. Посмотри, сколько здесь живет народу целых 125 тысяч. Хочу отметить, как коренок житель. История этого города полна событий. Гопники сменили Адидас на фуму К нам пришел новый мэр и наделал здесь шум Теперь в Ачинске нет грязного места Каждый житель города себя считает генста А если честно, у нас даже есть Чинатаун Среди всех рынков, он всегда на баланс Мобильная связь нас не обошла стороной Тут коют мегапомпы, начало был геморрой Тут построили фонтан, суши бар, алпир Рассетки под культура, брейк-данс, аренбил Здесь разве тут волби от Лонзидо Могу еще привести вам примеров, что И после этих слов задумайтесь серьез Ачинск это город, а не колхоз Ведь наш мэр это Илай Ахметов И-и-и, Илай Ахметов И-и-и, Илай Ахметов Илай Ахметов Илой, Илой Илой, Илой, давай Я живу в Ачинске, я родился в Ачинске Я вырос в Ачинске, здесь умру Уходил в школу в Ачинске, эти статы зачинска Я МФИ зачинска, я этот город люблю Я живу в Ачинске, я родился в Кемерово Что? Но! Ходил в школу в Ачинске, аттестат из Ачинска, я МТ из Ачинска, этот город люблю! Ачинске это не деревня, бэйба Ачинске это не деревня, бэйба, Ачинске это охуенный город Посмотри сколько здесь живет народу, целых сто двадцать пять тысяч Ачинске это не деревня, бэйба, Ачинске это охуенный город Посмотри сколько здесь живет народу, целых сто двадцать пять тысяч Если бы мне посчастливилось заниматься брендингом Ачинска, первое, что я бы сделал, я бы вот этих ребят нашел. Там комментарий больше простят, но, кстати, среди них тоже очень много, что это наш город, что мы им гордимся и так далее. Там совершенно нет комментариев, типа, что это такое, что это депотай и так далее. Ну, конечно, а кому вообще в голову приходит искать Ачинск, кроме тех людей, которые любят Ачинск? Может быть, все равно вам хорошая. Нет, все клипы, которые сегодня показывают, можете потом посмотреть, у них комментарии все практически исключительно положительные. Причем очень много тех комментариев, которые изначально подвергают шоку, когда ты не знаешь, как все это соотношение с ним. То есть, всегда, что это вообще-то так, а потом считаешь, что там искренние люди благодарят, как вы молодцы. Здесь мэра похвалили. Ну, не таким голоском. Следующий слайд будет посвящен тому, что такое бренд города. Я бы хотел послушать вашу версию вопроса, как вы это понимаете, что это такое может быть. Я понимаю, что даже, когда спрашивают, что такое бренд товара, то это вот такая риторический вопрос очень часто, да. Этот вопрос тоже риторический. Вот я на следующем слайде поделюсь пониманием своим, что это такое, вот если кто может высказаться по этому поводу. Мы про эту диссертацию пишем, так что даже не пытаетесь. Нет, нет. Нет идеи? Что это такое? Мне кажется, что это ассоциация у меня появилась. Ассоциация, так. Какие вот ассоциации человек вызывают? Да. А может быть все что угодно. Ну, в принципе, это может сказать и про бренд товар, да? Ну, не знаю. А по-другому? Просто качества какие-то он вызывает. Ну, он такой вкусный, красивый, зеленый, красный. А с садбордом можете стырить все, что угодно. Тоже вкусно. Начиная от песни, заканчивая занятиями, каким там можешь заниматься, по-годно, и все, что угодно. Ролл деятельность тоже можно стырить с садбордом. Очень мало специалистов отвечает на этот вопрос. Мне кажется, это достаточно странным. Особенно, если ты предлагаешь услуги по разработке бренда, да, не уметь отвечать на вопрос, что это такое. Ну, вот я сначала пройдусь по стандартным вещам. Обычно все рассказывают о том, что бренд города вот по этой схеме. Пытаются рассказать, чем он не является, и там все. Вот. Но это не только логотип. Ну, наверное, понятно. Не только туризм. Ну, тут с чем связано? Очень многие считают, что бренд города нужен именно для туристов. Это понятно, потому что там как-то, ну, интуитивно понятно. Мы как туристы убираем город, едем, их можно замерить. Туристический поток можно посчитать экономически. Все складно и явно. Но мы уже обсуждали, что это не единственная аудитория. Поэтому туризм – это одно из возможных применений бренда города. Но отнюдь необязательно. Может быть, город, у которого есть бренд, но туристы могут даже не рассматривать туристические планы. Значит, не только имидж. По поводу имиджа я вначале говорил, да. Вот как раз ассоциации – это в первую очередь, наверное, как у человека из внешнего мира. То есть, вот у меня в мейке складывается там бренд, ну, я считаю, что там бренд Великого Устюга, да, из каких-то моих ассоциаций. Я, может, там даже не был. Но на самом деле, ну, по крайней мере, вот так скажем, среди коллег в академической среде это принято назвать имиджем. То, как внешний мир воспринимает и считает это мир. То есть, это просто имидж – это просто восприятие внешнего мира. А бренд, как мы уже разбирали в случае с йогуртом, да, это не только то, что восприятие потребителей, которые во внешнем мире, это еще очень во многом то, что восприятие потребителей, которые внутри себя, жители. Поэтому вот тут, как бы, совершенно нельзя приравнивать имидж и бренд. И еще очень часто бывает, что, если мы разрабатываем стратегию развития города, все города должны в России разрабатывать свою стратегию, например, до 2025 года. И нам нужен брендинг для того, чтобы, ну, коммуницировать стратегию. И это совершенно правильно. Просто очень часто это превращается в брендинг стратегии, а не брендинг города. То есть, очень классно, если у города есть бренд, и он помогает коммуницировать, ну, наши новые планы. Через три года план поменяется, а бренд у нас останется, и он опять как-то будет помогать. Вот, ну, тут, как бы, вот, что я хотел донести, может, излишне, вот, опять тут, академично говорю, но то, что бренд – это не только стратегия. Если у вас есть стратегия города, это супер. А еще супер, если она базируется на бренде вашем, но не наоборот. Вот, бренд, который войдет на стратегию города – это бренд стратегии, а не города. По-моему, там, а, ну, вот, это вот определение мое, да, что бренд – это идея, которая объединяет жителей и служит основой для общения города с внешним миром. Вот я поясню тут очень важную последовательность. Во-первых, я считаю, что эта идея, то есть, это не символ, не персонаж, не логотип, это именно какая-то идея. Во-вторых, я считаю, что, в первую очередь, бренд объединяет всех внутри, и только потом он становится новым каналом общения с внешним миром. Если происходит это наоборот, то это, скорее всего, будет похоже на пропаганду. То есть, кто-то там решил, что мы заявляем, мы это комментируем во внешний мир, а внутри даже никто не в курсе этого, ну, или не разделяет эти ценности. То есть, на мой взгляд, вот бренд города, как я понимаю, да, он будет работать только после того, как его внутри примут, и он будет цениться, прежде всего, внутри. Ну, вот такое определение. Оно, конечно, больше с точки зрения разработчиков и самого города. То есть, понятно, что для внешнего мира брендом будет, по сути, имидж. Вот. Что там дальше у нас есть? Ага. Вот здесь вот будет клип про Ижевский, он уже, так скажем, более профессионально сделан, и мне кажется, он... Я просто из Ижевска. А, да? Да, да. Вот этот клип уже может быть неким примером того, что вот в нем отражается и идентичность отношений жителей к городу, отражается взаимосвязь судьбы города с внешним миром, и даже есть некое заявление, вот то, что это город... Она как мама с папой, земля, что растила, надежды, веры, любовь я всем лучшим одарила. А я пытался что-то дать взамен, но вот момент, я не творил чудес для ней, как пятый элемент. Но верю, знаю, что буду в нем не навсегда, может, не телом, но душой останусь тут на все годах. Не стану спорить, что иногда не понимал, не дорожил всем тем, какую носу на себя он брал. Все те доспехи, цевье которое спасло, ребята, вам спасибо, помним тех, кому не повезло. Ижевск провинция, провинция, для нас без спора, каждый его персонаж твердо докажет мое слово. Есть исключение, и всем типун вам на язык, вы не в деревне, вы в столицу, город Акавом голосит. Пусть тут не Вегас, где ночь горит, как солнце днем, пусть нет пехи забили, как морей и небоскреб при нем. Не спорю, все красиво, но этот мир не мой, мир, в котором создан я, навек останется со мной. Ижевский респект словами передаю тебе, люблю я от души тебя, не изменить это во мне. Этот город не молод, ему за девяносто, Ижевск, Удмуртия, по-моему, запомнить просто. Привозский федеральный округ, запомни, друг, и оглянись вокруг, везде он там и тут. Он зарождался понемногу еще на Руси, в итоге стал оружейной столицей России. Выпустив самый точный и надежный автомат, он прикрывал бою спины наших ребят. Благодаря снайперской бинтовке СВД, наши враги валились с ног, с дырой в башке. Он подарил, кроме оружия, также стрелков, фамилии, знакомые, медвецов, черезов. Сделал наше небо чистым, словно роса, на страже ЗРК, Тор и Оса. Не каждый знает, где этот город, и это не ново, но каждый слышал по радио о взрыве в Пугачева. Мы строим все по-новому, даю вам слово я, имя моего города четкое, но чуть потертое. Только сейчас вырисовывается четкая картина, произошедшая в военном городке поселка Пугачева. Я за то, чтобы вы знали, на карте точку эту, она есть. Город мой прочнее стали, с кем бы басурмане там не воевали. Связались с нами, не думай, нет, город не напиться плями псами. Все та же осень, зима, весна и лето дышат нашими краями. И женск град, и женск сити, многие не знают, тенденция такая, все знают Витю, например. Но не Витю Синегала, а Витю, что с Максимом в паре, создают тандем славный. АК-47, оу, прием, вещают всем, всем насовсем. Родина моя, родом Калашникова автомата, серии 47. Так-то Михаилу Тимофеевичу не проспект только, а реверанс по факту. Для кого-то захолустье, для другого звук на пустом месте. Знаете, я так скажу, не уподобляюсь. Я горд, что здесь родился и живу, навещая жестк, получая эмоций всплеск. Мал да удал, город невидимка, это не бурлеск. Так и есть, родился я в Устинове, а живу теперь здесь. Ну че, решение партии тогда, ЦК КПСС. Теперь у города большие планы, развиваться, строиться, а на своей периферии. Радужные перспективы, уверен, найдется уголок и для моих сына дерево и виллы. Ижевск, Рад, Ижевск, Сити, родина моя, навещаю жестк. Ижевск, респект словами, рад, 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 рад. Радужные перспективы, Ижевск, провинция, провинция, Ижевск, респект. Это город, родина моя. Ижевск, Узмуртия, по-моему, запомнить просто. Бежать в перспективе, так и есть. Мне кажется, что задача разработчиков бренда, в первую очередь, это вот эти вот чувства каким-то образом достать, каким-то образом показать всем жителям, что вас это объединяет, эти чувства. Практически никто, вот эти вот ребят собрались, да, написали, вот они теперь вот используют какую-то общую гордость. А так это не принято вот так. Принято, причем-то, у вас снова убрать себя города. Так вот. Красиво. Сейчас нужно переходим к обсуждению того, что делает профессионал. Вот здесь бренда, давай, я с ним депо. Просто красит. Как? Что бы я посоветовал делать депо, если депо занялся брендером города? Как это с точки зрения профессионала, что можно делать, да? Ну, вот, в первую очередь, как бы, как выглядит в целом процесс брендирования города? Не, разработки бренда, наверное, в общем, да? Наверное, так же, как и в других областях. На начало надо разработать бренд, потом его каким-то образом внедрить, потом продвигать. Тут, наверное, отличается тем, что такое внедрение. Внедрение бренда в город, ну, сильно отличается, оно просто более комплексное, сложное. По идее, при хорошем это должно быть как-то и в образование внедрено, в школьную программу, в программу театров, во все. То, как люди говорят и так далее. Ну, это идеальная такая картинка, такого нигде нет. Вот, а в принципе, все то же самое. Тут, как бы, вот, почему этот слайд вообще существует, наверное, вот, для вас понятно. Большинство людей, говоря что-то о брене города, сразу пытаются, или, если город хочет что-то делать, он сразу пытается заниматься продвижением. Дескать, вот давайте мы сделаем фестиваль, поставим классный памятник, и у нас классный бренд будет. Ну, забывая о том, что должна быть какая-то концептуальная начинка. Вот, значит, еще важный момент при разработке бренда города. Тоже, наверное, понятно для нас присутствующих здесь. Задача разработчика, тот, кто разрабатывает бренд, не то, чтобы в город приехало много туристов или инвесторов, или не уехало много молодежи. А задача разработчика сделать инструмент коммуникационный, которым хотят пользоваться различные держатели интересов в городе. Предприниматели, власть, жители, все, кто угодно. Задача сделать инструмент. Очень часто, вот, ну, вот я как раз диссертации всякие изучаю, западные, посвященные, значит, тому, как измерить эффективность проекта города. И там вот как раз все идут, измеряют турпотоки и так далее. То есть, с точки зрения общего процесса, да, но с точки зрения того, как оценить работу депо, например, да, то критерием является, это, наверное, да, это дальше, я забежал немножко, критерием является то, что удочка, которую вы разрабатываете, должна понравиться заказчику. В принципе, то же самое, что, какой критерий вот того, что сделан хороший бренд продукта питания. То, что увеличится его продажа, на это депо влияет, но очень непосредственно. Зависит там от дистрибуции, не знаю, от сезонности, много от чего. Вот, здесь то же самое, просто, когда вы разрабатываете бренд для продукта питания, вам нужно убедить в том, что правильно разработали, там, одного, там, или, например, 10 человек. Ну, это какая-то очень ограниченная группа людей. А когда разрабатываете бренд города, вот, ну, скажем, вот, в Москве их 12 миллионов. Ну, в общем, в принципе, людей, которые по-хорошему надо убедить, конечно, что у всех не получится. Вот, ну, вот этот слайд хотел сказать, да, что задача то, чтобы бренд понравился внутри. Это главный критерий успеха разработки. То, что потом приедут туристы, инвесторы, от разработчиков не сильно зависит. Это уже зависит от людей, которые вооружатся и будут сражаться вот за деньги, потоки и так далее. Вот есть два глагола заблуждения про бренд города. Придумать, купить. Бренд товаров, по большому счету, тоже как бы так. Вот так просто, ну, так делают очень многие, это очень часто срабатывает. Ну, по-хорошему, наверное, действительно нужно как-то вот изучать, понимать, там, какой у нас рынок, сегмент. Не просто так сразу, да? И тем не менее, когда вы изучили рынок, поняли, в каком сегменте, в какой ценовой категории должен быть товар, продукты можно так раз посидеть, скажем, покреативить и придумать решение, которое всем понравится. И создали рекламную кампанию, потом смотрим, выстрелит, не выстрелит. В городе он так не получится по очень простой причине, потому что у города есть история. У любого товара, который с нуля вы делаете, за ним ничего не стоит. Вы можете сделать таким, как он есть, предать любую легенду. А у города, особенно в городах России, хотя у нас там 500 городов, скажем, относительно молодых, но все равно у нас в России вообще всего один город новый построен, Магаз, столица Ингушетия. Ну, после СССР у нас всего один город построен. Вот если думать, да, что у нас страна, мы всего один город как страна построили пока что. Вот. Так вот, бренд города его придумать нельзя. Это у логового очень плохой. Бренд города, это будет на следующем слайде, он основывается на идентичности, который, в свою очередь, выражает глубинные эмоции и чувства жителей, которые связаны с историей, с культурой и так далее. И чтобы его разработать, нужно сначала вот со всем этим разобраться. Так же, как когда с товаром, мы сначала разбираемся, какой рынок и так далее. Вот. И его нельзя купить. То есть, вот, например, приходит там, Данон в депо и говорит, мы хотим запустить вот новый бренд кефира, сколько это будет стоить. Вот. В принципе, так же тоже могут прийти, сколько стоит бренд. Но тут важно понимать, что, ну, так же, как в товарах, когда Депо разрабатывает бренд, это значит, что бренд еще есть. Потому что компания Данон, нужно будет еще применить очень много усилий, чтобы он появился в главах потребителей. И тут то же самое. Ну, вот некий мэри заказывал, там что-то там нарисовали, написали, и все. Вот у нас, грубо говоря, бренд-бук, положили его в стол, у нас есть бренд. Вот. На самом деле, бренд города, он должен быть постоянно живой, активный, и что-то должно происходить внутри города. Ну, в общем, это тоже, ну, понятно, это аудитория. Но когда их можно сравнивать, например, в городе, и бренд-бук. Да, да. То есть, ну, абсолютно одни и те же. Это да. Нет, это вообще, то есть, вот, в принципе, может прийти в голову, что слово бренд не очень подходит тому, про что вот я рассказываю, совещаю там про идентичность города. Мне кажется, очень подходит. По крайней мере, как я просто чувствую это слово. У всех, кто связан с маркетингом, да, у всех свое, по-моему, представление, что такое бренд. Вот это, значит, вот наша схема, как происходит разработка бренда города. Вот я вначале показывал разработка, внедрение и продвижение, но на сегодняшний момент для большинства городов России и в мире актуально, как разработать, не как внедрять и как продвигать бренд, а как его разработать вообще. Вот четыре этапа, которые тоже очень похожи на бренды товара. Исследование города, разработка концепции, воплощение концепции вместе с визуализацией, в первую очередь. И четвертый момент – это создание горжей структуры, которая будет управлять этим брендом. Ну, и, кстати, вот отличает от товара, потому что обычно, когда есть ТЗ на разработку бренда товара, уже есть какая-то маркетинговая структура, бренд-менеджер и так далее, понятно, кто будет управлять. А бренд города, когда сегодня создают, непонятно, потому что нигде. Но есть там вот несколько примеров, даже в Европе как раз есть, а у нас вот нету про структур, которые могут управлять, поэтому это тоже входит в разработку. Значит, что тут важно сказать? Во-первых, важна последовательность. Если посмотреть 50 проектов попыток брендинга российских городов, уже больше 50, у единиц просто вот последовательность, один, два, три, четыре. Большинство начинает с третьего пункта, ну, начинают делать логотип, потом пытаются его насытить какой-то концепцией, или просто не насыщают. Вот, но помимо последовательств, очень важны стрелочки. Что из чего исходит? Можно же просто, вот тоже из примера таких разработок, формально там сделали какое-то исследование, ну, просто исследование города, вот такая там социально-демографическая ситуация, вот такие у нас там потенциальные рынки сбыта, ну, вот есть. А потом начинают делать концепцию. Ну, там, раз, и вот красивая концепция. И она никак не связана с результатами. Вот. Так вот, что тут важно? Что исследование города, оно должно заканчиться тем, что разработчик понимает, я это называю, модель идентичности города. Понимает идентичность города, понимает вот какие-то такие базовые точки, которые важны для каждого жителя через, ну, лучше всего вообще визуализировать, какие-то слова, какие-то сегменты нашего отношения к городу, через которые каждый житель может описать свои внутренние ощущения. Ответить на вопрос, почему этот город такой, почему он мне дорог. Вот. Вот это вот должно быть итогом исследования. И вот на основе идентичности уже разрабатывается концепция. То есть концепция не разрабатывается не из-за того, что, опа, прикольно, такого еще, например, ни у кого не было. Или там, не знаю, это актуально сейчас на всех рынках давайте это делать. Она разрабатывается исключительно из-за того, из-за чего же вот все эти ребята делают эти клипы. То есть вот этот вот ресурс, о чем я говорил, главный ресурс тренинг города – это любовь жителей. Вот. И вот у ее больше любви нет. Так. Значит, вот. Ну, когда разрабатывается концепция, я лично выступаю за конкуренцию концепции города. То есть есть специалисты, которые считают, что вот понимаем идентичность, и на основе идентичности выделяем там самый сильный, например, архетип, ну, разные подходы есть, да, и дальше его как-то уже преломляем в креативную концепцию. Я считаю, что на основе идентичности стоит разрабатывать энное количество концепций и дальше устроивать конкуренцию между ними. Это сложный процесс, но это такой более честный, по моему следу. Визуализация все очень просто. Бренд, логотип, фирменный стиль городу обязателен, потому что мы очень много с фирменами глазами, но он просто должен визуализировать принятую концепцию. Ну, та же, как и в других сферах. Вот, а по поводу поддержки, там уже сразу много всяких идей. Можно, например, да, ну, создали структуру, которая управляет. В идеале у каждого города должен быть бренд-менеджер. Пока вот бренд-менеджер есть у города Добрянки, и то на общественных началах, и есть еще бренд-менеджер Калужской области, но он работает по бренд-инвестиционной программе. Вот, потому что они пока еще, ну, не занимались, в принципе, по-моему, не планируют в плане области заниматься именно брендингом, ну, самой территории. Городов собираются. Так вот. Ну, и вот потом могут начаться, то есть после того, как вот это все проделано, начинается вот радость, ради которой все вот все изначально хотят, продвижение города и так далее. Вот сейчас будем смотреть клип про Томскую область, с которым, в общем-то, про Томск. Вот он уже профессионально сделан, очень хорошо. Можешь пока на паузу? И он, понятно, что он делал, делался в том числе сразу на внешнюю аудиторию, что его отличает от предыдущих. Хотя у него в два раза меньше просмотров, чем у Липецка. Вот, мне кажется, это хороший пример того, как можно представлять город видео, но вот если бы еще у Томска был бренд, я бы был как-то туда инкорпорировал, некая идея, то это было бы гораздо круче. Ну, тем не менее, давайте посмотрим. Мне кажется, это очень хорошая работа. Субтитры сделал DimaTorzok Россия, Сибирь, теперь давай крупно, бери правее Парижа, левее Токио. Здесь Томская область всегда доступна, у нас 4G делают Сименс и Нокия. Сначала сюда за волей и золотом двинулись те, кто всегда везде первый. Потом власть умных слала оптом, ты умный, тебе в нарым. Томской губернии с севера на юг, с востока на запад. Томск Александрово, 700 КМС гаком, 800 с лишним, от Каргаска до Тегульдета. Не тесно, как в Москве или еще там где-то. Нефть с трижевого и газ мыльджина. Мы не валенки, штаны не просиживаем. И наш Васюган не отстой среди Сибири, а самое большое болото в мире. Тайга, могучие кедры и ели. Осетр плещется в обеи парабели. Экватор, 56-й параллели. На своих и чужих мы никого не делим. Ни в Энске, ни в Перми, ни в невесомости. Здесь и сейчас, в Томской области, ни в Красноярске и Казани. Ни в невесомости, в городе Томске. В Томской области. С моста на проспект, университетская роща. Чехов без калош, трамвай с вайфаем. Этот город делает людей стоящих. Кто жил у нас в Томске, тот знает. Томск, лаборатория, ставь свой эксперимент. Будь самым-самым, без полумиллиона. Здесь каждый из нас, главный ингредиент. Соль и перец, креативного бульона. Мэр, губернатор, профессоры, студенты. Админы, поэты, спортсмены, строители. Инновационные зоны, резиденты. Красивые девушки и маршруток водители. Без нас по России, ее мобили не поедут. У нас идеи, стратегический запас. Мы в лагерный сад приходим в День Победы. Это мы Томск делаем, а Томск делает нас. Века, площадь театра, драмы. Солнце на куполах храма. Форум, сотни гостей на станы. Хулочки в Абраде кружат деревянные. Ни в Энске, ни в Перми. Ни в невесомости. Здесь и сейчас. В Томской области. Ни в Красноярске. Ни в Казани. Ни в невесомости. В городе Томске. В Томской области. 2010-2050. Айти, нано, эпоха креатива. Мы в теме. Давай в первый ряд. Здесь будет и на Томске, и море позитива. Здесь будем жить. Расти. Влюбляться. Встречать рассветы. Провожать закаты. И уезжая. Снова возвращаться. Туда, где нужны. В родные пенаты. Туда, где могучие кедры и ели. Где осётр плещется в обеи парабели. Река, площадь театра, драмы. День. Солнце на уголах храма. Экватор 56-й параллели. Но своих и чужих мы никого не делим. Мешаются языки и страны. На улицах в оправе кружев деревянных. Здесь наш дом. Здесь наш фарватер. Ворова Томске во Альма Матте. Здесь наш дом. Здесь наш фарватер. Ворова Томске во Альма Матте. Здесь наш дом. Здесь наш фарватер. Ворова Томске во Альма Матте. Здесь наш дом. Здесь наш фарватер. Ворова Томске во Альма Матте. Посмотрю каждый раз и думаем что-то про Новосибирск. Практически все, что сказано в этом клипе, может то же самое сказать про Новосибирск. Какой город Сибирь? Да, там есть какие-то, но все клево, все здорово, позиционируй себя, но после просмотра у тебя в сознании потом не остается какого-то яркого пятна. Было бы круче, если бы у них было какое-то заявление, которое было уникальное, они бы зафиксировали за собой. Это могло бы быть даже что-то связанное с тем, что перечислено в песне, но тем не менее, было бы зафиксировано. Если бы они над этим работали, то и запоминался бы лучше. Не знаю, почему у них просмотров меньше, чем у Липецка в часа. Не заставили посмотреть. Потому что это корневой. Ну да, а то Липецк тем более не заставил. Так, ну хорошо, вот, значит, следующее, про что я уже говорил. Почему это здесь? Ну ладно, еще раз, что когда мы разрабатываем бренд города, главное это принятие бренда жителями города. Вот на этапе разработки ничего важнее этого нет. Потому что если нет принятия, то это уже не бренд города. Это бренд какой-то, может быть, узкой группы людей, которые этим заинтересованы. Вот. Значит, и вот последний у нас академический слайд. Как сделать так, чтобы жители приняли? То есть вот я говорил уже много, да, о том, что нужно, чтобы было принятие. Как этого добиться? Не бывает такой идеи, которая понравится всем. Наверное, даже в рамках работы брендингового агентства вы об этом знаете. Какую-то идею рассказывают. Редко бывает, чтобы она понравилась всем. А когда мы говорим о 600 тысячах жителей Томска, то, наверное, еще сложнее. Вот. То есть такой идеи не бывает. Очень часто у каких-то там, креативных плей, все, я придумал, это так классно ложится и так далее. Да, а потом раз, и не принимают. Так вот для того, чтобы приняли, нам нужно создать три главных принципа, на мой взгляд. Первый, снизу вверх, о чем я уже говорил, мы исходим из идентичности города. То есть можно сходить из конъюнктуры внешней, например. Сейчас всем нужен цемент. Поэтому мы себе объявим цемент на столице России. У нас как раз вот тут производят. Это один подход. Вот. А идентичность, когда мы изучаем идентичность, очень много общаемся с жителями, там, книжки изучаем и так далее. И мы понимаем, что вот цемент – это вот фундамент идентичности города. Что вот он прямо вот для всех – это вот. Вот тогда мы говорим, а вот мы – цементная столица России. То есть итог может быть один и тот же. Только в первом случае принятие с меньшей долей вероятности возможно, потому что вот этой процедуры поисков, в которой очень жить и не происходит. Второе, вот что уже сказал, необходимо вовлекать жителей в процесс разработки бренда. То, что не может быть у йогурта. У йогурта может быть так или иначе вовлечен владелец будущего этого бренда, да. Могут быть вовлечены потребителям, но при этом они будут вовлечены с точки зрения понимания там их инсайтов и того, как они потребляют йогурт. Но не с точки зрения того, что он участвует в разработке бренда. Вот. А здесь вот именно нужно вовлечение самых широких масс. Нужно не то, что всех ловите заставлять, а нужно создавать такие инструменты, механизмы обратной связи, когда каждый житель, во-первых, в курсе того, что идет разработка, во-вторых, понимает, как он может поучаствовать, если ему это интересно, если он хочет. Вот. Вот. Этого вовлечения обеспечивает легитимность, ну, итога. У всех был шанс, у всех, кто хотел, высказался. Мы приняли решение, основываясь вот на таких-то факторах, которые связаны вот с тем, что вы нам рассказывали. И третий момент – это вне политики. Бренд-город – это, безусловно, инструмент политики. Если мы говорим, мы готовы быть брендом. Это, безусловно, инструмент политики. Но тут что имеется в виду? То есть, что если власть меняется, то бренд должен остаться. Это, как бы, вот критерий того, разработка была в политике или вне политики. Ну, вот там я самый яркий пример. Вот был Черкунов, да, в Перском крае губернатор. Вот он поддерживал идею культурной революции. Да, они это не позиционировали изначально как брендинг, но, тем не менее, вот была движуха, но она была полностью как бы завязана… Все считали, что это вот проект этой команды. Команда поменялась, и все. Очень большие проблемы проекта. То есть, он изначально должен делаться так, чтобы мэр, который текущий, да, он понимал, что это как бы будет жить и после него. Ну, вот такие три принципа, они, как бы, скажем… Ну, в этом направлении, в этой отрасли брендинга города вообще каких-то аксиом практически нету. Ну, есть парочка. Например, потому что чем больше город, тем сложнее его забрендировать, исключительно за количество жителей. Вот. Ну, вот это, так скажем, не является моим стримом. Это вот мое мнение. Сейчас мы посмотрим последний клип. Он как раз показывает, какие клипы могут появляться в городе, если при разработке бренда не было изучены все три принципа. Он, мне кажется, очень вам понравится. И в каком-то роде он продвигает город Пермь. Но, тем не менее, он посвящен, в общем-то, стёбу. Идеи того, что Пермь – культурная столица мира. Национальный исследовательский продакшн представляет Легавый, фанки-бой, карбалол. Эта рыбчина только для левого берега. Правый можете не слушать. Пермь, Пермь – столица мира. Пермь, Пермь – звучит красиво. Пермь, Пермь – нам заканчиво довесимо. Пермь, Пермь – это сила. Пермь – город старинных традиций, Культурная столица и много амбиций. Горят соблазны, все с этим в порядке. Там тянутся все от Литвы до Камчатки. Пермь – процветает в семье институт. Эй, Карвалол, шапку не забудь. Гости при камне, говорим без купюр. Здесь даже учитель одет от кутюр. Тёны на бензин никогда не растут. Подъехал к реке и заправился тут. Наш город – курорт, похлеще Анапы. Любой город – курорт, похлеще Анапы. Телефон отработал и перепродал. Криминала нет, НДС ведь отдал. Культурный рост поддержан пацанами. В качалке остыли кружок оригами. Призывам в стране всегда недобор. У нас в военкоматах всегда перебор. Легкого поведения девушек в Перми не бывает. В отличие от столицы к нам приезжают и поступают. Перев! Перев! Столица мира. Перев! Перев! Скучит красиво. Перев! Перев! Абзаканская да витима. Перев! Перев! Так это сила! Абзаканская да витима. Бэй, Бэй, как это сила! Алло! Алло, Легава, это ты? Вы запарили уже клипы про Пермь снимать. Это что такое, а? Вы позорите мой родной город. Валите из Перми все там. Понятно? Нечего вам там делать в Перми. Сказал, валите из Перми, это мой город. До Твери за сотку? Ха-ха-ха! Поехали! Твери, Твери, столица мира! Твери, Твери, звучит красиво! Твери, Твери, нам так как сказависимо! Твери, Твери, как это сила! Твери, 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 как это сила! Твери, 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 Твери Продолжение следует...